Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 52. Этот псалом очень и очень напоминает иной текст, написанный ранее, хронологически, и говорящий примерно о том же самом. Напоминает Псалом 13. В силу близости и сходства двух текстов издревле возникали дискуссии, что было первичным, что было вторичным. Была ли какая-то литературная редакция единого прототекста, из которого появились две версии. До конца мы не знаем, поэтому будем свидетельствовать о том, что до нас дошло в книге Псалмов. Это и другие наши беседы обретаются на сайте экзегет.ру, а лекции сами проходили в Московском Средственском монастыре, в актовом зале Средственской семинарии. В центре внимания двух текстов безумец. Безумец. Тот человек, который безумен духовно. Это не инвалид, это не человек, не способный к мышлению, не младенец и не старик, который страдает деменциями. Это человек, который сам себя, наверное, назвал бы очень умным, а может даже умнее, чем другие люди, или самым умным, в зависимости от степени этого безумства. Итак, данные религиозные тексты Псалмы 52 и 13 безумством прежде всего называют стремление человека жить без Бога. Без Бога. Таких людей было и до сих пор много по всему земному шару. Некоторые говорят о том, что существует такой феномен порядочных атеистов, то есть тех людей, которые живут нравственно, но при этом о Боге не размышляют и, конечно же, его не ищут. Как бы мы ни объясняли и не пытались дискутировать в отношении феномена нравственных и порядочных атеистов, если мы посмотрим на текст Псалма, мы увидим, что благочестие и вера в Бога – это неотделимые явления. По Библии нравственность только тогда может быть совершенным, когда человек с Богом живет. И наоборот, неверие человека превращает его в глупца. «Не умственно отсталого, а нравственно порочного, неочищенного человека». 52-й Псалом, как и другие Псалмы из группы от 51 по 54, озаглавлены словом «масхил» – «учение». В 52-м Псалме есть еще одно надписание. О духовном курсивом синодальном Библии вы увидите на духовном орудии. Отсюда возникает мысль, что речь идет о неких духовых инструментах при соответствующем музыкальном аккомпанементе. Посмотрим детальные стихи Псалма. Итак, безумец. Сказал безумец, «в сердце своем нет Бога». Под безумством мы здесь понимаем человека бесчувственного и духовно невежественного. как я уже говорил, это не умственно отсталый человек. Это человек, понимающий, что с ним происходит и отдающий себе отчет в своих словах. И где-то в глубине сердца, а в библейском представлении, сердце – это центр мыслительной деятельности человека. Там, где коренится его «я», личность, самосознание. Итак, этот человек где-то в центре своего мировоззрения и жизненных приоритетов сказал сам себе, сам себя убедил в том, что нет Бога. Такой человек может отвергать знание о Боге явно или неявно. К сожалению, сейчас есть и такие примеры людей, которые внешне не говорят о том, что они безбожники, но ведут себя так, их поведение таково, как будто бы не существует для них ни рая, ни ада, ни вечной жизни, ни наказания на том свете за поступки. Двойственные стандарты. Итогом отрицания бытия Бога становится развратная жизнь, и это видно во второй части второго стиха. Развратились они. То есть, натура людей, которые подобны такому безумству, становится порочной. Такие люди начинают совершать гнусные преступления, мерзкие пред Богом по причине их неправедности, несправедливости. И такой человек становится неспособным на совершение добра. Вне благодати Божией человек не способен жить Бога угодно. Да, он может жить в соответствии со стандартами общества, тех норм, которые выработала человеческая среда. Но будут ли эти социальные нормы или общественные законы, одобрены Богом, такая группа людей об этом не задумывается. Поэтому праведность таких людей, которые совершают, как им кажется, добрые поступки в глазах Божьих, может быть, как запачканная одежда, книга Исаия. Во втором стихе упоминается термин «развратились». Развратились. Это слово встречается в Ветхом Завете больше 150 раз. Он означает внутреннее разложение, окрах, запустение, смерть. Когда в книге «Бытия» речь идет о разрушении Содома и Гамора, там употребляется то же самое слово, которое здесь у нас переводится как «развратились». Так это уничтожение. Поражение языческого Вавилона тоже передается с использованием этого глагола. Поражение Израиля может быть обозначено этим же самым глаголом. А здесь есть другой оттенок. Если в иных библейских контекстах данное слово говорит о неком разрушении, полном уничтожении материальных каких-то строений, зданий, сооружений, городов, поселений, то в данном псалме Давида речь идет о неком внутреннем разложении, разрушении души человека. Поэтому здесь не столько в понятии развращения оттенок какой-то похоти, сколько речь идет о каком-то полном разложении человека изнутри, как будто бы его душа стала распадаться на части его сердца. Третья и пятая стихи. Бог с небес призрел на сынов человеческих. То есть он исследовал жизнь каждого человека, который по-прежнему остается ему сыном, несмотря на то, что сам человек может говорить себе о том, что Бога нет. Бог продолжает любить такого человека. От него ничто не скрыто. Но печаль автора псалма в том, что Бог ищет и ищет, чтобы увидеть, есть ли разумеющий, есть ли тот человек, который ищет Бога. Ответ – нет. Ответ – нет. Все уклонились, сделались равнонепотребными. Они ходят своими путями. Это очень сильная категоризация, разделение человечества на две части – все или никто. Делают акцент на той очень важной сердцевины веры, которая или есть, или ее нет. Не может быть человек наполовину женат. Не может ребенок наполовину родиться. Не может пожилой человек наполовину умереть. В принципиальных решениях не может быть половинчатости. Следовательно, или все, или никто. Или веришь, или не веришь. Вот такие категорические максимумы подразумеваются в данном псалме, даже если на самом деле все-таки уклонились не все. И есть те люди, которые не совсем уж плохи. Но если общество тяготеет ко злу, то о таком обществе мы можем сказать словами псалма, что все сделались непотребными. Нет делающего добра, нет ни одного, потому что вся система работает в ином направлении. В третьем стихе употребляется понятие «разуметь». По-другому — «понимать», «усваивать». Это больше, чем включать свой интеллект для того, чтобы сформировать какое-то понятие. Скорее речь идет о том, чтобы с использованием органов чувств что-то в себя впитать. И тут я приведу цитатку из пророка Исаии, которая может нам подсказать, что за термином «разуметь» кровь — нечто большее, чем работа человеческого разума. «Не знают и не разумеют». Вот как раз это слово «сакал» — «они». Бог закрыл глаза их, чтобы они не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Итак, глаза, сердце, то есть такой человек не видит и не чувствует. И вот это отсутствие чувствительности к правде приводит к его неразумию. Он не разумеет, не чувствует. Я бы сказал так, что здесь еще есть какой-то оттенок чувственного восприятия истины, помимо интеллектуального. То есть, скорее, речь идет о неком постижении истины, проникновении ее в то, что должны люди разуметь. Пятый, седьмой стихи. Далее Давид размышляет. Неужели не образумятся делающие беззаконие? Неужели они не поймут, что их поведение раздражает, оскорбляет Всевышнего? Неужели оставлены наедине с собой они никогда не вразумятся? В выражении съедают народ мой мы можем увидеть параллель с теми мучениками древнехристианскими, которые ведомы были на заклание, словно агнцы. И сам Христос по пророку Исаия ведом был на заклание, как агнес. И перед теми, кто насиловал его волю, был безгласен. Не отверзал у своих. Такая перспектива ожидает тех, кто следует воле Божией. Тех, которые не воздают злом за зло, но поставляют правую или левую щеку, когда ударяют в ланиту. Их действительно готовы разорвать на части в силу агрессивной злобы, которая царит среди людей, для которых само упоминание имени Божией является красной тряпкой. В шестом стихе автор псалма словно уже предвидит суд над нечестивыми людьми, видит его как бы уже исполнившимся. Глаголы, употребляемые здесь, стоят в прошедшем времени. Они убоялись там, где не было страха. Страх, по-другому ужас, паника. Человек, которого покидают благодать Божия, становится пустым. Его порой действительно заполняют суеверие и страхование. И, коль много, можно и сейчас увидеть тех людей, которые себя не позиционируют как верующие, но зато являются очень суеверными. Боятся передать какой-то предмет через порог или стучат по дереву, плюют через плечо, придумывают еще какие-то запреты, гадают под гороскопом, все что угодно. Только не Бог. Такие люди очень боязливы за завтрашний день. Им хочется прибегнуть к магии, прибить на дверь какую-то подкову или обратиться к такому массажисту, который заодно чакры прочищает, два в одном. Лишь бы не обращаться к Богу. Такие люди порой бывают не столько благоговейны перед храмом, сколько боязливы. Они с трудом переступают порог храма, потому что тайна, которая окутывает все, что связано с духовным миром, их страшит. Порой суеверные люди бегут от своего страха, который их самих преследует. И они действительно боятся даже там, где никакого страха и опасности нет. Вы можете это увидеть и сделать выводы своими собственными глазами, когда посмотрите на то, как разные люди, верующие и неверующие, относятся к смерти человека и к кладбищу. В предвкушении излияния божественного суда Давид говорит о том, что Бог рассыпет кости ополчающихся против него. Эти рассыпанные кости напоминают поле битвы. Поле битвы, с которого трупы не забрали и не похоронили как должно. Слетаются коршуны, прибегают дикие собаки и шакалы, чтобы растащить остатки трупов и пожрать их. Такая смерть, или вернее, участь тела после смерти, конечно, была позорным для людей ветхого времени, но и для людей нового христианского времени также остается в силе просьба одной из молитв в Иктении. Христианская кончина непостыдной мирной, подай Господи. И вот под непостыдной христианской кончиной можно понимать не только спокойный переход души из этого мира в иной, предание души в руки Божьей и одновременно благочестивое, благообразное предание тела земле. Не захотели ученики Христовы оставить тело Спасителя, подвешенное на древе, до третьего дня. Они сняли и помазали, чтобы предать благочестивому погребению. Слово «постыдить» шестой стих означает смутить, обесчестить, унизить. Бог постыдит их. Да, тоже такой важный момент. В шестом стихе есть такая фраза «ты постыдишь их, потому что Бог отверг их». Для современного человека, который живет двойными стандартами, а порой бывает и двойными аватарами, а у некоторых людей не один, а много разных образов в интернет, и разные фотографии, разные имена, есть люди даже, которые на профессиональном уровне создают какие-то виртуальные никнеймы и за этим формируют какие-то искусственные образы, а на самом деле это все маска для того, чтобы, ну, допустим, спровоцировать какую-то дискуссию. Так, например, могут работать какие-нибудь там CRM-менеджеры, которым нужно поднять рейтинги популярности сайтов, они под разными именами заходят в блог, а потом как бы от разных лиц формируют дискуссию. И ты читаешь, допустим, ленту в ленте, и тебе кажется, вот какая горячая дискуссия, десять человек участвуют, и хочется включиться, а на самом деле эти десять поддельных никнеймов, они только для того, чтобы споймать рыбку на крючок и тебя туда ввести в свои какие-то сбаламушенные беседы. Итак, слово честь и честность сейчас непопулярно. Никто не борется за свой имидж. Нет, конечно, есть люди, которые борются за репутацию, но скорее это борьба за то, чтобы выглядеть красиво на обложке, на телеэкране, а не то, чтобы быть красивым изнутри. А это разные вещи. В этом случае слово позор становится относительным. Ну, что такое позор? Прогорела фирма, зарегистрировал другую, ладно, пусть там со мной судится, быстренько сейчас следующего бомжа найду, зарегистрировал ИП, и снова ООО Ромашка, и понеслась обнальная контора, в действие вошла. И вот честь, совесть, это непопулярное сейчас понятие. Для авторов и для читателей двух-трех летней давности слово общественная репутация или честь по-другому было чем-то очень принципиальным. По притчам мы знаем, что честь и слава дороже золота, доброе имя дороже золота, а поэтому общественный позор, когда Господь предает людей общественному позору тем, что Он их не покрывает. Конечно, было чем-то очень опасным в этом случае, когда мы говорим о том, что Бог их постыдит, это не означает, что Бог спровоцирует ситуацию, чтобы этих людей заклеймили и опозорили. Он просто не будет прикрывать их грехи. грехи этих людей станут явными. Таких ситуаций и в нашей жизни существует много. Это когда человек, допустим, воровал-воровал, долгое время прятался, а потом, в конце концов, Бог не выдержал и попустил, чтобы он, проворовавшись, оступился, его проступок был записан где-то на видеокамеру, а потом кто-то это обнаружил и сделал это общественным достоянием. Сел в тюрьму. Вот так. Седьмой стих. Кто даст Сиона спасение? Спасение, избавление, победа намекает и на спасителя. Спасение, о котором идет речь в псалме, прежде всего адресовано к избавлению от погони безумцев, которые преследуют невинного человека. Когда Бог возвратит пленение народа Своего, эти слова по-разному могут интерпретироваться. В мессианской перспективе речь может идти о воцарении самого Мессии, то есть о втором пришествии Господа Иисуса Христа, когда на земле установится его царство. Мы знаем, что уже во втором веке среди христианских толкователей была идея о тысячелетнем царствении Мессии на земле. Эта идея была потом отвергнута полнотой православной церкви, святыми отцами, но сейчас она снова и снова всплывает в оттолкованиях христиан вероевангельской или по-другому у евангелистов, пресвятыриан, методистов и иных протестантских конфессий. С точки зрения исторической возможно здесь звучит намек на плен вавилонский, потому что везде, где упоминается понятие плен, как правило, ближайшей исторической перспективой является семидесятилетнее пленение иудеев в Вавилоне. Итак, в данном псалме на первый взгляд всплывает проблема человеческого сердца. в сердце человека добро или зло, в сердце человека вера или неверия, в сердце человека выбор и управление его волей. Сердце в библейском представлении это центр личности, это то я, которое выбирает и принимает решения. И для того, чтобы это сердце мыслило по-иному, требуется вера. А вера ведет к тому, что человек приобретает не только новое сердце, но и новую природу своих поступков, которая меняет его и делает его способным не только к жертвенному служению другим людям, но делает его способным стать агнцем, тем самым агнцем, о которых речь идет в Откровении Иоанна Богослова, который ради своего Спасителя готов не только поставить свою десницу, но и душу свою отдать ради Спасителя и ближних своих, будучи готовым идти на заклание. Спасибо за внимание. Спасибо